Вообще нам много чего должны в медицинском учреждении, просто не всегда мы об этом знаем. Но точно мы должны помнить, медицина не бесплатная, даже если мы за нее ничего не платим в кассу. За нее платит страховая компания, которой в свою очередь ежемесячно платит ваш работодатель. Ну это если упрощать, но примерно так и есть. Дальнейший медицинско-правовой ликбез сразу после небольшой паузы. У нас проблемы со скорой помощью. У нас осталась одна машина. Почему от скорой отобрали одну машину, отправили в лугу и сейчас скорая работает на одной машине. Машина постоянно ломается. Замены машин нет. Вопрос из поселка Осмино на прямой линии удивляет даже губернатора. Ведь по специальной программе посты скорой помощи область наоборот планирует увеличить. Мы только что завершили программу. Мы купили порядка 40 новых автомобилей скорой помощи. И почему нужно забирать, когда я наоборот думал, что мы будем добавлять эти машины. Председатель комитета по здравоохранению Сергей Валикжанин в ситуации обещал разобраться. Пациентом Токсовской больницы можно стать от одного вида ее коридоров. 30 лет медучреждение стояло без ремонта. И только сейчас в здании начались операции по замене инженерных коммуникаций. В течение года планируется реновация педиатрического и хирургического отделений. А вот больница в Тихвине, напротив, вместе с ремонтом в этих стенах давно работают высокие технологии. И вот сегодня уже не ставят вопрос по оборудованию. Сегодня ставят вопрос по технологии процесса. Это значит, что мы вот этот качественный шаг вперед сделали. Сегодня нам уже стоит перед нами вопрос не в оснастке оборудования, а в подготовке квалифицированного персонала, который будет на этом оборудовании работать. И в целом, чтобы нам хватало персонала и врачей, и медицинского персонала, для того, чтобы все услуги качественно оказывали. Ленинградская область в числе лидеров по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В регионе лучшие показатели в стране по снижению смертности. На базе межрайонной Тихвинской больницы, как сказал губернатор, будет сформирован региональный сосудистый центр. Подобное медучреждение откроется и в Гатчине. Дорогие друзья, представляю наших гостей. Моих собеседников Роман Пресняков, юрист, член правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга. И Алексей Горяинов, адвокат, независимый член Координационного совета и контрольного комитета Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга. Вот по такой специальной отрасли медицинское право специалисты у нас сегодня в студии. Рад вас приветствовать. Хочу вас спросить, согласны ли вы с тем тезисом, который я перед сюжетом озвучил, что мы в первую очередь, ну может не в первую, но в вторую точно должны помнить, приходя в бесплатную, как это принято говорить, поликлинику, помнить, что она вовсе не бесплатная, что за нее не мы, а точнее мы платим деньги только опосредованно. Я, наверное, позволю себе не согласиться с этим тезисом. И вот почему. Дело в том, что пациент, когда идет за получением медицинских услуг, особенно в государственную поликлинику или стационар, он вообще не должен думать о деньгах, и он не должен думать о чем... То есть у него не должно быть чего-либо в голове, что заставит его волноваться. Потому что если человек вообще идет с гипертонической болезнью, на консультацию, это приведет явно к повышению артериального давления. Человек, который идет получать услуги медицинские по программе госгарантии, он должен думать только о том, к какому врачу он идет, и просто подготовиться к этому приему. Вы знаете, я с вами соглашусь, но лишь отчасти, я думаю, что такого состояния, такого дзена мы достигнем как раз тогда, когда в голове уже прочно будет сидеть, что за все это мы заплатили вообще-то, и нам должны эту услугу оказать. Но при этом я поддержу коллегу и скажу, что все равно, когда пациент приходит, если у него не получается, как вы говорите, бесплатно, он должен за это бороться. И, соответственно, все это будет достигнуто. Действующая система обеспечена достаточно финансированием, и в целом она может быть настроена. Вы знаете, будет бороться, повысится артериальное давление. Да, я согласен. Но, тем не менее, чтобы система работала, с ней надо взаимодействовать, и это взаимодействие все равно надо как-то выстраивать. Хорошо, я не из когорты возмущенных пациентов, да, пример из жизни. Буквально совсем недавно, ну, там, знакомые знакомых, друзья друзей, произошла там история не очень счастливая, да, человека выписали после, там, острой стадии из больницы, из стационара, и при этом настоятельно рекомендовали реабилитацию. Люди навели справки, выяснили, что реабилитацию им предложили за 20 тысяч рублей в день, а нужно 30, умножаем, 600 тысяч получается, да, вот, собственно говоря, я когда услышал, я порекомендовал, идите, бегите и спрашивайте, есть ли какая-нибудь реабилитация бесплатная, вот здесь, я понимаю, мы не знаем подробности, но, в общем и целом, дела так обстоят, что скажете? На самом деле, да, мы действительно не знаем подробностей, и любой адвокат или представитель направления по организации здравоохранения скажет, что надо все-таки уточнить, в рамках какого порядка пациент должен был обратиться за этой помощью, да, то есть где он должен был получить эту реабилитацию, на каком основании, вот, а в данной истории мы с вами не знаем, были ли основания у пациента или нет, да, почему, потому что направление на реабилитацию кто у нас может с вами предоставить? Ну, в первую очередь, наверное, это все-таки врач-специалист по месту жительства, который оформит надлежащим образом направление, человек получит это направление и вместе с ним пойдет в медицинскую организацию за получением реабилитационных услуг. А часто, к сожалению, у нас люди, услышав о том, что вот такие аналогичные услуги стоят 20 тысяч рублей в день, да, перемножат это на срок реабилитации, получат очень большую сумму для нормального человека, да, 600 тысяч рублей. Ну, кто у нас столько получает, да, чтобы заплатить в месяц за реабилитацию 600 тысяч рублей? И, соответственно, начинается паника. На самом деле паники быть не должно, поскольку если мы четко понимаем для себя, что мы идем за направлением, мы получаем направление, а показания-то есть, да, если он был в стационаре, в стационаре четко указали, что показания есть. Все, значит, он идет к своему врачу-специалисту по месту жительства, получает направление и дальше совершенно спокойно получает, вернее, имеет право на получение вот этих реабилитационных услуг. Другое дело, что как раз проблема заключается в том, первое, что человек не знает порядка и не получает надлежащим образом направление, а другое, то, что, к сожалению, нормативные сроки предоставления этих реабилитационных услуг, они, к сожалению, ввиду различных очередей, да, как их сейчас, к сожалению, называют, они могут просто растянуться. У нас тут как бы есть плюс. У нас о реабилитации, слава богу, начали говорить и стали что-то делать, и ни одна новая поликлиника не откроется без реабилитационного отделения. С другой стороны, вы совершенно правы, мы всегда должны входить в положение. Все-таки давайте продолжим. Вот что скажете, когда лечащий врач при выписке говорит, вам необходима реабилитация, но это все только остается на словах. Вот представьте себя на месте этого пациента, что вы сразу скажете? Я с вами, я вас понял ваш вопрос, ну, непосредственно, как бы, опять же, к теме борьбы. Просто вот, исходя из того, что вы сказали, к сожалению, мы, опять же, не знаем всех обстоятельств дела, но, опять же, объем реабилитации, который предусмотрен у нас действующими гарантиями, да, непосредственно, он все равно в какой-то мере ограничен. И какая-то комплексная, да, реабилитация, она, к сожалению, не всегда возможна, да, в рамках за счет средств ОМС, либо за счет иных денежных средств. И в итоге, как бы, получается так, что пациент у нас все равно несколько, в некотором роде ограничен, и чтобы ему, как бы, получить этот полный комплексный объем, который врачу кажется наиболее надлежащим, хотя это далеко не всегда есть так, он только уже платный. Но действующее регулирование, опять же, оно все равно содержит тот или иной объем реабилитации, который есть. Да, возможно, в какой-то мере недостаточно, но он присутствует. И в целом, как бы, с учетом тех порядков оказания медицинской помощи, которые у нас сейчас действуют, в принципе, они охватывают необходимый и тот определенный объем реабилитации, который, как бы, указывается для той или иной категории пациентов. — Хорошо. Ну, не хочется. Мы все о плохом и плохом. Да, я вот честно скажу, я, ну, в силу возраста, наверное, нечастый посетитель, так сказать, районных поликлиник, но вот мама у меня недавно делилась впечатлениями, в Петербурге, в Красногвардейском районе живет, она говорит, ты знаешь, у нас стало так красиво, ну, лечь, наверное, тоже хорошо, но вот там люди приходят, настроение уже совсем другое, да. Но я думаю, что те, кто сидят по другую стойку, по другую сторону регистратуры, или как там сейчас это называется, они тоже все-таки ощущают это и на их работе сказывается. Окей, мы говорили про объемы, те, которые прописаны в тех или иных правилах. Алексей, где нам это узнать? Вот, допустим, у нас что-то там произошло, и мы абсолютно, мы идем к доктору, мы же идем, мы доверяем, да, там, доктор, сделайте что-нибудь, но мы не знаем, что он, по идее, должен сделать. Где узнать? Да, все очень просто. Во-первых, все мы, ну, большинство из нас, да, застрахованы по обязательному медицинскому страхованию. У всех у нас есть полис, а раз у нас есть полис, у нас есть страховая компания. Соответственно, в страховой компании есть телефон горячей линии, и если вдруг вы не знаете, насколько вот подробно, да, проконсультировал у вас врач и разъяснил вам, вот, разъяснил ли он вам весь перечень услуг, например, в области реабилитации или нет, у вас есть сомнения, да, может быть, он там что-то утаил, он не знает. Нет, даже не суть, не суть, да, не суть. В целом, звоните в страховую компанию, в страховой компании можно получить очень полную и подробную консультацию вот на предмет того объема медицинских услуг, которые можно получить на безвозмездной основе. Более того, если не дозвониться в страховую компанию по какой-то причине, хотя, в принципе, горячая линия у них работает очень неплохо, можно позвонить на телефон горячей линии территориального фонда обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге. Там есть большой колл-центр, в свое время на него выделили большие средства, большое количество операторов. Там можно получить или сразу, прямо во время телефонного разговора информацию. Если так не получится, то можно оставить обращение, оно будет достаточно быстро рассмотрено. Дамы и господа, мотайте на ус, потому что мы все отлично понимаем, что чаще всего врачи, если что-то там не так, да и даже если что-то все так нормально, но чаще всего пишут, что в Горздрав пойду, в Комитет пожалуюсь. Не надо, в Комитет не надо, в Горздрав. На телевидение тоже не надо сначала. Сначала вот страховую компанию и фонд обязательного медицинского страхования. А если захотите уже перепроверить, если телезрители захотят перепроверить, что им сказали в страховой компании или в территориальном фонде, открывайте интернет. И там на многих сайтах есть так называемая территориальная программа государственной гарантии. И там указаны все услуги, на которые мы имеем право в области обязательного медицинского страхования. И я от себя все-таки добавлю, я не знаю, я все равно со стороны пациентов, да от себя все-таки добавлю, что вообще в принципе мы не должны при этом себя чувствовать неловко, когда мы что-то спрашиваем. Еще раз говорю, заплачено. Я вообще сторонник того, знаете, вот сколько денег платится, подоходный налог, да, там всякие отчисления в социальные фонды. Я в принципе за то, чтобы эти деньги люди получали на руки. Вот на руки. А раз в год они шли, сколько там на круг получают? 42% да, вместе со всеми. 13 подоходников и платежи фонда. А потом шли и 42% от дохода отдали бы в налоговую и в соответствующие небюджетные фонды. Я думаю, тогда было бы совсем другое отношение во всех структурах и исполнительной власти, и, собственно говоря, и в медицине в том числе. Вот если бы вашу идею поддержали бы и законодатели, это было бы великолепно, потому что лично я уже который год говорю о том, что почему до сих пор, вот мы не можем в полном объеме пользоваться нашим полисом обязательного медицинского страхования, что я имею в виду в полном объеме. Мы можем только пойти в одну конкретную поликлинику или в один конкретный стационар, да, хотя с точки зрения федерального законодательства у нас есть право, в принципе, обращаться фактически туда, куда мы хотим. На самом деле, я знаю, прецеденты мы можем, но с такими лицами, с позволения сказать, это воспринимается. Давайте сейчас, когда надо, я же слежу, чтобы всех было поровну в эфире. Вы упомянули территориальную программу, да, вот мы, в принципе, сюжет у нас был о том, что в Ленинградской области подписано постановление, расширяющее гарантию бесплатной медицинской помощи. Там вы ознакомились, насколько я знаю, с этой информацией. Роман, что скажете, как вы восприняли эту историю? Ну, как бы, новость со знаком плюс, на мой взгляд. Ну, в целом, как бы, негатива никакого в данном случае нет. Все равно, как бы, у нас в каждом субъекте стараются расширить по возможности, в случае, если есть какие-то иные средства, не только которые предоставлены территориальным фондом обязательного медицинского страхования и переведены из федерального фонда вниз, но и за счет тех средств, которые у нас, как бы, необходимо все-таки уточнить, что у нас все-таки есть два способа финансирования за счет средств ОМС и бюджетные денежные средства. И сейчас медицинская помощь финансируется либо так, либо так. Если бюджетных денежных средств конкретного субъекта несколько больше, он постарается расширить, предоставить какие-то дополнительные услуги и так далее. И в целом, они зачастую, как бы, сохраняются на протяжении всего остального периода. То есть, они дальше просто переходят, как бы, непосредственно, ну, заложены в каждом последующем году. Ну, то есть, как-то так. Ну, то, что недурственно было бы эту программу всем почитать, я так подозреваю, те, кто активны пользователям. Слушайте, однозначно, конечно. Да, с учетом того, что у нас непосредственно все больше, как бы, субъектов, которые интересуются своим здоровьем, которые все равно как-то взаимодействуют, лучше, конечно, знать, что им можно получать за счет... Ну, и, насколько я понимаю, она все-таки написана для тех, кто действительно интересуется своим здоровьем, она все-таки не таким уж непонятным языком написана. Достаточно просто. Давайте мы сейчас, у нас остается 20 секунд буквально до блока анонсов. Мы проанонсируем тоже, в свою очередь, что мы после этого блока анонсов будем говорить о том, а что же нам делать, если мы понимаем, что в том, что прописано в территориальной программе, нам все же отказывают, ну, или как-то вот увиливают. Что делать, куда идти, продолжим сразу после небольшой паузы на телеканале ЛЕН-ТВ-24. Дорогие друзья, мы, на самом деле, не молчали, сейчас оживленная дискуссия была, да, то вот буквально прервались и, по-моему, на две программы еще целых наговорили, да, в общем-то, говорили о частной медицине в обязательном системе обязательного медицинского страхования. Вот отдельную программу точно по этому поводу сделаем. Ну, а пока давайте наши какой-то парадигмы, да, придерживаться. Итак, территориальная программа, мы знаем, что нам должны, и вот мы приходим в поликлинику, и нам в чем-то там отказывают. Что нам делать, Роман? Слушайте, ну, уже мой коллега непосредственно об этом сказал. Все-таки, кажется, человек застрахован, как-то конкретно страховая медицинская организация обращается в страховую, и страховая достаточно оперативно все эти вопросы решает. Понимаете, у нас какая история? У нас ведь когда в чем-то отказывают, ну, как правило, не говорят же, пошел вон, да, и там не дадим. Как правило, есть какая-то причина. Нет специалистов, нет еще что-то, да. А, допустим, вот запись к специалисту такому-то через, там, два месяца, и мы отлично понимаем, и смотрим, у него все забито, он не может принять. Ну, вот наша вот эта привычка всегда входить в положение, мы всегда понимаем. Вот вопрос, даже если есть объективная причина нам отказать, нету возможности абсолютно, да, мы должны входить в положение? Безусловно, нет. Ни в коем случае. И почему я так говорю? Потому что, в принципе, вот вся система нашего здравоохранения, она создана таким образом, что вот пациент не должен быть просителем, с законодательной точки зрения. Если мы посчитаем закон, государство обязано, в отличие от многих других юрисдикций, в том числе от Соединенных Штатов Америки, у нас государство обязано создать такую систему, чтобы медицинская помощь была качественной, раз, доступной, два, и предоставлялась, так говоря, по потребности населения. Это и социальное государство, да, коим США не в той мере является, конечно. И, соответственно, ни в коем случае пациент, приходящий в медицинскую организацию, не должен быть просителем. Он приходит получать то, на что он имеет полное право. Если в данном каком-то конкретном медицинском учреждении, организации, да, не предоставляется эта медицинская помощь, хотя они должны, безусловно, пациент, он должен выслушать, он не должен, вот первое, что нужно делать, это конфликтовать. Ни в коем случае, потому что это вот зря потраченное время, нужно просто уточнить причину, с одной стороны, да, с другой стороны, перепроверить эту причину. В страховой компании это можно сделать незамедлительно, позвонив по телефону, и страховые компании очень любят получать подобные вроде звонки, потому что они, как могут это реагировать? Потому что они считают деньги. Потому что они считают деньги, раз, а в два, они могут оштрафовать медицинскую организацию за нарушение права потребителя. Более того, даже вот наша предыдущая министра здравоохранения, Вероника Игоревна Скворцова, да, она вот начала такую своеобразную инициативу, которую, кстати говоря, нельзя назвать такой негативной, да, она вводила в медицинских организациях первичного звена так называемого страхового представителя. То есть, иными словами, представителя вот системы ОМС, страховой компании, который за ручку должен был вводить пациента. Такая медицинская прокуратура. Не-не-не, как раз-таки не прокуратура, а я бы сказал медицинский ассистанс, медицинское такое дополнительное сервисное а-ля сопровождение даст страны вот системы ОМС, так чтобы вот, если что, страховой представитель фактически за ручку инициатива реализуется каким-то образом. Да, каким-то образом реализуется где-то, вот, но тем не менее, если в поликлинике есть страховой представитель, обратиться также к страховому представителю и получить необходимую информацию о том, обоснована ли вот эта причина отказа или нет. Ну и, безусловно, конечно, нужно занять непосредственно свои права. Вот, слушайте, у меня вопрос классической ситуации, Роман. Скажите, я прихожу ко врачу, он немногословен. Опять же, его надо понять, он с людьми работает. У нас, знаете, есть такое, с людьми работать, это все тяжело. И мы его понимаем, он немногословен. Он ничего не говорит. Когда ты ему хочешь поделиться своей болью, в буквальном смысле поделиться болью, да, он вас рвет конкретней, там и так далее. Нет, его, с одной стороны, можно понять. Ему нужна конкретика, у него там 15 минут на прием выписаны и так далее и тому подобное. Мы к такому поведению как должны относиться? Как к проявлению высочайшей степени профессионализма? Это хороший вопрос, но это уже ближе к этике непосредственно, чем к праву. Потому что с правой точки зрения, если он, в принципе, надлежащий оказал медицинскую помощь, то к нему претензий, к сожалению, быть не может. А с этической стороны, конечно же, все-таки врач должен подходить несколько иначе к пациенту и все-таки иначе взаимодействовать. Да, конечно, здесь можно в какой-то стороне все-таки встать на сторону врачей и сказать, что у них там большая загрузка, не кипроза, опять, но опять же, это неправильный подход, потому что все-таки пациенту у нас как бы центральное звено, выделено в рамках и 323-го федерального закона, и в целом в рамках всей системы обязательного медицинского страхования в том числе. И, соответственно, как бы это некорректно. С другой стороны, опять же... Вот скажите, пожалуйста, я описал достаточно типичную ситуацию. К сожалению, я думаю, что да. Хорошо. Упомянули сейчас о том, что страховая компания может оштрафовать за нарушение прав потребителей. Минуточку читаем здесь, подождите, где-то у меня в заметках, значит. Комитет Госдумы по охране здоровья, я уж точно там... Я так понимаю, что они рассматривали на заседании комитетской рабочей группы недавно, 23 января, вопрос о том, вообще правомерно ли существование термина медицинская услуга. Председатель этой комиссии, значит, комитет Госдумы Дмитрий Морозов, он, в принципе, значит, не против, чтобы это понятие убрали из законодательства, медицинская услуга, но, я так понимаю, основная идеология всей этой инициативы убрать медицину из-под действия закона о защите прав потребителей. Вот сначала для чего хотят, что это значит, если уберут, и как вы относитесь к этой инициативе? Слушайте, ну, начну с штрафа за нарушение прав потребителей. В первую очередь, естественно, страховая компания будет штрафовать за нарушение прав пациентов и нарушение прав застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования. Теперь, что касается прав потребителей. Я считаю, что для нашей страны, для наших пациентов это несомненное завоевание, что мы все можем пользоваться правами, указанных в законе защиты прав потребителей при обращении в медицинскую организацию. Медицинские организации этих прав боятся как огня. Потому что наш закон защиты прав потребителя, он блестяще составлен. Великолепная юридическая техника, очень конкретная. И в случае, если права, закрепленные там, не исполняются, можно привлечь конкретные ответственности. Приведу пример. Все мы знаем, что срок на рассмотрение жалобы потребителя в медицинскую организацию, да и вообще в любую организацию, 10 дней. Соответственно, если вы что-то потребовали на законных основаниях в медицинской организации, она не ответила вам или ответила отказом, а и, соответственно, нарушила ваши права, потому что незакон, например, отказала вам, то в случае наличия только такого отказа, закона защиты прав потребителя позволяет вам получить... Не обоснованного отказа, разумеется. Конечно, не обоснованного отказа. Вы имеете право потом в суде получить дополнительные 50% к цене своего иска. То есть штраф будет в размере 50%. Это существенный штраф, существенный штраф. Медицинские организации, особенно если цена услуги предоставленной была высока, то есть операция за полмиллиона рублей проведена некачественно, потом необоснованно отказали... Так, подождите, стоп, 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 сейчас очень вот на такую как бы вступаем, если я правильно понял, поправляйте, то есть если вдруг, опять же, мне отказали, там, в сроке предусмотренные, там, законом, страховым полисом, территориальной программы, не знаю точно, да, если мне отказали, допустим, в приеме или там в какой-нибудь плановой операции, в предусмотренные сроки, ну, войдите в положение, то я могу идти и с вот этой жалобой? Конечно, вы можете обращаться с жалобами, безусловно, в том числе, вот, но я почему привел пример... Отказали в приеме специалиста, вот скажите, Роман, отказали в приеме специалиста, к нему большая очередь, он один на всю поликлинику, да, а через два месяца будет. Это повод идти, требовать, там, восстановления себя в правах, как потребителя? Давайте, может быть, я все-таки отвечу на этот вопрос, потому что у меня в практике эти случаи чаще бывают, судебных споров. Дело в том, что, вот как практикующий адвокат в этой сфере, могу сказать, что вот если услуга была предоставлена, скажем так, если услуга требуется не по жизненным показаниям, да, если это просто на какое-то предоставление какой-то консультации отказали, я бы посоветовал все-таки разрешать вот эту конфликтную ситуацию не вне судебным путем, безусловно, потому что единственное... о каком-то серьезном вмешательстве, которое нужно еще по жизненным показаниям, а в нем отказывают, вот тут-то как раз, если никакие иные средства не действуют, можно уже попытаться обратиться и, скажем так, за судебной защитой. Я тут осознал, знаете что, я тут осознал вообще общую атмосферу программы, уважаемые телезрители, мы ни в коем случае не подбиваем вас на сутяжничество, и уважаемые работники медицинской отрасли, мы ни в коем случае не сидим и не думаем о том, какие вы плохие, и какими методами мы на вас хотим надавить. Мы, в принципе, сейчас разбираемся с нашими правами, как людей, так же, как и вы, уважаемые врачи, доктора, медсестры, когда приходите куда-либо, где вы тоже защищены правами, как потребители, в общем-то, тоже имеете право на защиту своих прав, как и все остальные. С какими жалобами чаще всего приходят, Роман? Вот какой-то есть рейтинг, на что жалуются? Да жалуются в целом как бы на все, если мы говорим... Все, занавес, да. Ну нет, определенно понятно. В первую очередь, как бы это нарушение срока в Казани медицинской помощи, у нас непосредственно они определены, да, как бы предельно, и, соответственно, зачастую происходит нарушение в силу, как вы уже говорили, правда, там, один врач на всю поликлинику, у него там записи на две недели, а там непосредственно он должен принять 14-дневный срок, а не получается, к сожалению. Это первый момент. Второе, как бы этическая сторона, которую мы также сегодня затронули, непосредственно жалуются, что врач себя вел грубо или бы еще как-то, но, к сожалению, как бы это иная форма, да. Ну и третье, непосредственно то, что услуга была оказана как бы некачественно, по субъективному мнению непосредственно пациентов, и как бы это уже непосредственно они в страховой. Ну, либо они, например, в территориальный фонд, как мой коллега сказал, территориальный фонд уже это все равно взаимодействует даже с страховой, чтобы выяснить все обстоятельства дела. И как бы это основной рейсик, наверное, топ-3. Знаете, какой у меня вопрос? Качество услуги. Как потребитель может... Вот как дальше происходит процесс? Потребителю кажется, потребителю, пациенту, потребителю, человеку, физлицу, да, ему кажется, что ему некачественно оказали помощь. Приходят жалобы. Как дальше, кто разбирается в качестве оказания? Вот слово «кажется» — это ключевое слово. Ну, извините, поэтому надо идти к специалисту. Почему? Абсолютно. Потому что с точки зрения нашего закона, и с точки зрения просто здравого смысла, пациенты не обладают специальными познаниями в этой сфере. Поэтому понять, качественно мы оказали услугу или нет, они не могут. Они могут почувствовать, да, вот помогла ли им эта услуга, да, то есть улучшила это состояние их здоровья или повысила качественность. Вот я чувствую, что они качественные. Что делать, если у вас есть такое подозрение? Во-первых, вы, безусловно, имеете право обратиться в медицинскую организацию. Медицинская организация должна провести контроль качества, провести врачебную комиссию, дать свой вывод. Но мы понимаем, что, к сожалению, большому... Слушайте, у нас... Бывают нередко такие случаи, когда комиссия рассматривает и в очевидных случаях, в опиющих случаях не находят дефектов оказания медицинской помощи. Потому что у нас, в принципе, это стереотип или нет, я не знаю, но у нас всегда, что врачи стоят стеной за своих. Это нередкая ситуация, действительно, поэтому по такой работе, по таким делам, конечно, нужно привлекать людей, знающих, как ими заниматься. Так вот, значит, кто у нас по-настоящему может осуществить контроль качества медицинской помощи? Первое. Это, безусловно, страховщики. Страховая медицинская организация, терротерриториальный фонд медицинского страхования. Второе. Это Росздравнадзор, в который пациенты обращаются с жалобами, и у них есть право сейчас в соответствии с действующим административным регламентом на привлечение к проверкам специалистов в каждой конкретной сфере. А желание есть? Желание, я хочу сказать, что Росздравнадзор намного повысил эффективность своей работы. Намного. То есть... Есть хорошие новости? Потому что если... Так нет, в принципе, вообще, мне кажется, на этой передаче много хороших новостей, вот начиная с Ленинградской области. Но если, слушайте, сократили сроки ожидания вдвое, это прекрасная новость. Другое дело, что как-то будет потом на практике, но... А как будет на практике, что если мы с этим столкнемся, мы об этом, в принципе, всю программу говорим. Слушайте, время уже подходит к концу, у нас три минутки осталось. Мы все о плохом-то о плохом. Тенденции какие, Роман, вообще, в принципе, в целом? Я считаю, что тенденции более чем положительные, с учетом нового национального проекта здоровья, который включает в себя четыре очень важных для граждан блока. Это первое – онкология, сердечно-сосудистая, первичная медико-социальная помощь и детство. Если они все будут реализованы в полном объеме, финансирование все-таки выделено, то мы будем ощущать изменения. Мы уже их ощущаем. Сокращение сроков ожидания медицинской помощи, соответственно, срок реакции страховой медицинской компании в случае нарушений и так далее. То есть, в целом, тенденция должна быть положительная. Другой вопрос – реализация. В рамках предыдущего года пока сложно судить, все запускалось. В рамках ближайших трех лет мы, я думаю, более чем все увидим. Так что, если мы условно увидимся через 2-3 года, то мы уже сможем условно поддерживать. Будем контролировать чаще, будем встречаться чаще. А вы что скажете все-таки по вашей практике? Для меня, как для адвоката и участника разработки различных, в том числе, законопроектов, я видел, как это все реализовывается на практике. И зачастую, знаете, мы вкладываем весь свой интеллект и душу в какой-то проект, который потом остается только на бумаге. Я думаю, что пациенты наши прекрасно тоже знакомы с этой историей. Поэтому я, скажем так, выражаю очень сдержанный оптимизм. Я очень хочу надеяться, что очередные инициативы приведут к положительным результатам. Но я призываю пациентов быть активными и заботиться о своем здоровье. Чаще обращаться в медицинские организации к врачам, но перепроверять обязательно врачей. С другой стороны, конечно, меня очень сильно настораживают такие заявления, которые прозвучали еще относительно недавно. О том, что оптимизация здравоохранения у нас провалилась. То есть все, что приделалось в отношении первичного медицинского звена, то есть поликлиник с точки зрения нашего президента, получил достаточно резкую критику. Другие направления также получили резкую критику. Поэтому я надеюсь, что новый, может быть, кабинет министров, он создает все... Ну, я вам скажу, это правительство просто... Не так в России принято следить за предыдущими вещами, как-то экстраполировать и проводить причинно-следственные связи. Это правительство... Это не первое в провале чего расписалось то ушедшее правительство. Что уж тут греха таить. Давайте подводить итог. Все, уже заканчивается программа наша. Первое... Вот что мы сегодня этого вынесли, да? Это у нас есть куда обратиться. Страховая компания, фонд обязательного медицинского страхования, в конце концов, уже... Росздравнадзор. И Росздравнадзор, ну, уже к вам. Есть. К юристу и адвокату, в конце концов. Все, спасибо большое, что принял участие в нашей программе. Она была, если честно, едва ли не самая полезная, мне кажется, на лайфхаке программа, которая на моей памяти есть. Роман Пресняков, член юрист, член правления Ассоциации медицинского права Санкт-Петербурга. Алексей Гагаряинов, адвокат, независимый член Координационного совета и контрольного комитета Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга. Ну, а я Виталий Лукашев и программа «Студия-1» с вами не прощаемся. Через пару часов обсудим интеграцию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о которой заявил губернатор 47-го региона, ну, и которую вроде как подтвердили в Смольном. Придет замечательный политолог Дмитрий Солонников, вот с ним и побеседуем. Увидимся после 16-ти часовых новостей на телеканале ЛЕН-ТВ-24.